You are on holidays. Peace! And dream! Ссылка в описании. Переходите, подписывайтесь. Ну а мы продолжаем. Под тобой точно. А, еще Митяй, короче, прикинь, в закрытом чате Бразерса кинул прайс внутри нашего сообщества. По любой цене, там, короче, репост что-то 100 рублей, а видеореклама, прикинь, полторы тысячи рублей. Да, то есть все по себестоимости. Вот как монтаж идет, так и идет. Я вообще офигел. За нами еще. Вот смотри, когда люди останавливаются, сразу эти люди останавливаются. Ну тебе хватает в горочках? Хватает? На первой передаче, потому что в первую под 99 градусов поедет. Вот, да. Поехали. Поехали на меня. Слушай, ты мне скажи, Макс, тебя стилист какой-то подбирал, просто что ни сантиметр, твоя материя там. То перфекционизм. Слушай, ну удобно. Мне нравится стайл. Удобно, да. Я просто иногда там тренируюсь, что... Люди в окопы не падают от тебя, когда ты едешь. Не знаю. Я слишком быстро еду. Что, пойдемте потихоньку? Пойдем. Смотри, вот по поводу дорожных ситуаций, да, самые основные моменты, на которых нужно держать фокус, здесь в Таиланде, они очень любят обгонять на поворотах. Пойдемте на низ сюда. Вот, что надо говорить? То есть обгонять на поворотах и вылетать. Я получается таять. Тогда я тебя обгоню на повороте. Вот, здесь нужно быть очень внимательным, лучше перед крутым поворотом сбросить скорость, потому что, ну, очень часто кто-то улетает. Я помню, у меня даже Белостоцкий, инструктор по вождению, говорил, что на поворотах никогда не обгоняй. А мы все на шестерке ехали на повороте обычно. Вот, даже очень часто на встречку выезжают. Или пересекают дорогу. Это Олег, он репортер. Иначе, ты так говоришь. Это без габаритов. Поворачивают без поворотников. Особенно те, кто приезжают и ни разу не сидели за рулем байкой, вот первый день берут. Крылья расправляются. Да, да, крылья расправляются, не в фокусе на дороге. Там одной рукой в телефоне сидит, одной рукой ведет. Слушай, ну так как полюбить спорт, чтобы он не был таким скучным, как он, к сожалению, обычно бывает. То есть есть тупо бег, не знаю. Да. Есть тупо люди ходят в качалку, но это довольно напрягает, на самом деле, от однообразия. Слушай, я сейчас покажу. Я сейчас покажу все инструменты, там уже в процессе, и про них расскажу. Как полюбить спорт, что-то. Ты знаешь, что типа дюка? Да, да, конечно, Сергея Михайловича лично. Он в моей жизни являлся в одно время, когда я в армии служил, одним из, ну, таких вдохновителей, примерно, вот за счет того, что он охватывал огромную, огромный спектр всевозможных, ну, физических, да, там, и духовных фракций. Ну, мне кажется, вы где-то с ним на одной волне, да. Ну, где-то есть моменты, да. Вот наш пляж, на котором мы будем заниматься. Сейчас подготовим весь инвентарь. Мы его сами готовить еще будем, да? Ну, да. Тоже часть тренировок. Камни. Все подручные средства, которые там будут. Массаж. Массаж сразу. Ну, что, сразу после, может, да. После тренировочки, после, не сейчас. Мы сюда приезжали в первую очередь. Да, 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 да. Наконец-то мы нашли этот пляж. Мы в углу или нет? Не, мы разбуемся сейчас. Разбуемся. Вот так, конечно, к чему. Вот такой вот неплохой спортзал. Да. Почему бы не позаниматься на пляже рядом с морем? Давайте у Паши еще историю поспрашиваем. Подожди, это не Паша, это Ди Каприо. Это не Паша. Ой, Павел Ди Каприо. Ди Каприевич. Павел Ди Каприевич. Расскажи историю, как ты оказался. Как он снимался? Тут же, да, на пляже? На Пхитхи, да, снимали? Рядышком. Необитаемый округ. Говорить хорошо. На английском? По английски, по-немецки, по-шпаньонски. Я нам уже говорю по-мески. Зарядочкой. Он сказал, что прошлый раз, когда мы здесь занимались, я гащу. Потому что это не джин, это бит. Люди боятся. Не боятся, не боятся, но imagine, вы на фрагментах. Пауз. И тренировка. Да, 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 да. Да, 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 да. Если вы хотите окупировать пляж, то вы должны окупировать, то вы должны окупировать, это как это работает. Но на фрагментах. Но на фрагментах, кто-то платит ренту на фрагментах. То есть, если вы хотите окупировать, то это же самое, я бы приеду в вашем доме, и в вашем доме, в вашем доме, я бы приеду в вашем доме. Короче, Вишний, он объясняет, что мир немножко не готов, потому что люди могут делать что-то, кроме как нагуливать жир здесь на пляже. Да, трансформировать себя с криками, это очень хорошо. Да, среда немножко сопротивляется, такая она как бы, ну, прощупывает немножко. Вы занимаетесь фитнесом, но а что ворете? Ну, просто в эту кайфажерскую атмосферу это не влазит вообще, как бы, в смысле, спорт. Трансформатор начал говорить. В тот случай, когда трансформатор встал из микросхемы и начал говорить. Я у нас так возмущена. Про кайфажорство. Слушай, я так понимаю, Макс там валит кого-то из кафе. Окей, не проблема. Пойдем туда, ближе, ко мне обучаю. Короче, в этом деле главное не спорить. В Таиланде и не в Таиланде. Надо, чтобы всем было комфортно по жизни. Пресек. О, смотри, смотри, начинающий видеоблогер. Вот начинающий видеоблогер на пляже поймали в этом, в Сум Хадрини где-то. Поймали начинающего видеоблогера. Сейчас на данный момент что-то? Сейчас будет же проходить тренировка, сообщая людям, чтобы приехал на тренировку. Расскажи в принципе что-нибудь. Там капец. Ну ты сейчас, наверное, тысяч 30 посмотрит. А, ну вообще надо тогда распиарить свое шоу. У меня свое шоу «Землянин». Олег Кагнирубов. Я снимаю, показываю людям, как можно получать образование с помощью не институтов, не каких-то там репетиторов и зарабатывать деньги, не находясь в офисе. Без ЕГЭ можно развиваться, при этом получать деньги, путешествовать. Мое шоу было построено на том, что я искренне и по-настоящему показываю, какое есть, и как вокруг меня, что происходит, что делается. Канал, название еще раз скажу. Олег. Реалити-шоу «Землянин». Землянин. А ты землянин? Я, нет, я андромедянин, я в гостях у Олега. В этой жизни. С другой вселенной приехали. А, Макс, я предлагаю пойти ближе ко мне, он говорит, там вроде ровно. Нет, он говорит неправду. Для того, чтобы мы отсюда ушли. Нам неудобно там, нам удобно здесь, поэтому мы сюда и приехали. Ты знаешь, я недавно столкнулся с такой ситуацией в Москве. Я Полиночку встречал с Брянска, она от родителей приезжала с оркестром на перроне. Вот, и я когда шел на перрон с этим оркестром, там собрались все, полиция, начальники вокзала, и какие-то бумажки, ограничения. Это общий пляж, здесь все могут отдыхать, заниматься. Ну, то есть, почему он нам рассказывает, что нам делать? Вот его бар, вот он пляж. Вот мы его покупаем. Он ему не принадлежит. Мы здесь будем проводить тренировку. А то, что у него становится от этого меньше клиентов, это его личное. То есть, смотри, получается у нас такой кроссфит, тренинг по переговорам, которые не состоялись, да? Мы не будем даже разговаривать. Ну, смысл разговаривать о том, ну а... Слушай, Макс, ну с тобой сложно разговаривать. Там мясо вообще какое-то, ребята, просто начинается. Ну, последний выживший герой. Приготовились! Все, началось второе. Старт, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вот этот ролик будет разбит на две части. В первой части мы будем вставать в планку, а вы будете в ВКонтакте голосовать, кто дольше простоит. Через несколько дней выйдет второй ролик. И вы угадаете, грубо говоря, или не угадаете. Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok